Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалтирии. И сегодня мы будем читать пятый псалом царя Давида. Он начинает со словами начальнику хора на духовых орудиях псалом Давида. Имеется в виду орудия музыкальные, которые называются «нахилот». Здесь стоит это слово. И это слово, оно указывает и на инструмент, и на определенный лад, звуковой ряд, который возникает от использования этого инструмента. А «нихилот» — название этого инструмента, оно созвучно слову «нахил», которое означает «пчелиный рой». То есть тот звук, который возникал при действии этого инструмента, он очень походил на жужжание пчел. И это как бы выстраивало некий такой ассоциативный ряд, когда верующие во множестве утром приходили в храм, это утренний псалом. Их было так много, как будто бы пчелы вышли из улья и наполнили все обозримое пространство. И Давид молится такими словами. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». Сразу возникает вопрос, а разве это не одно и то же? Если Господь слышит наши слова, то, конечно, Он разумеет те наши помышления, которые мы вкладываем в эти слова. Но на самом деле не так все просто. Люди могут, например, читать молитвенник, читать псалтырь, но при этом их помышления могут отстоять где-то в стороне. То есть быть далеко от их молений, которые они произносят, только устами. Поэтому второй стих призывает нас к некому созвучию, чтобы слова, которые мы произносим, читая псалмы Давида прежде всего, они бы выражали наше помышление. С другой стороны, в храм приходят люди с разными прошениями. И хотя они могут читать одну и ту же молитву или петь слова одной и той же молитвы, но у каждого есть свое помышление, связанное с насущными проблемами этого человека. И он просит Бога этими словами избавить его от каких-то неприятностей. Другой, стоящий рядом верующий, просит Бога этими же словами благословить его в том благоденстве, в котором он пребывает. То есть одни и те же слова, они допускают разные помышления, но которые все-таки связаны со словами молитвы. А не так, что человек молится, а помышление его где-то уже на рынке, или он уже сел за обеденный стол, и он там рассуждает, а что же я буду сегодня есть, какие деликатесы мне подаст жена. Поэтому очень важно следовать духу этого стиха «Услышь, Господи, слова мои», то есть то, что произносится вслух по псалтыре, по молитвеннику «Уразумей помышления мои». «Внимли глазу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь». И есть соответствующий комментарий на эти слова, которые свидетельствуют о том, это прежде всего истолкование Златоуста и свидетеля Тихона Задонского, что совершенно необходимо нам словами «Царю мой» и «Боже мой» выражать свою особую любовь к Богу, забывая все человеческое, «Ибо того, кто истинным сердцем к Богу не обратился и пребывает в грехах, чтение псалмов и прочих молитв немало не пользует». То есть это все не приносит пользы такому человеку. Когда Давид восклицает «Внимли глазу вопля моего», он обращается к Богу, сам будучи царем, как к царю. Да, Давид – это царь над Иерусалимом, а Бог – царь над небом и над всей землею, потому что Господь есть царь царей. И, назвав Господа царем, он восклицает «Бог мой». По-еврейски это звучит «элокейну». Но само слово «бог», производное от «элогим», оно указывает на божественную правосудность. То есть, когда утром Давид просыпается, он надеется на защиту царя царей и на его правосудную справедливость, что он не даст в обиду Давида. И Давид как бы говорит, вот я с утра становлюсь на молитву, общественную молитву имеется в виду, когда я приду в храм, и я готов стоять перед тобою правосудной, потому что я за собой на этот момент ничего не чувствую. «Ибо я к тебе молюсь». Что значит «ибо я к тебе молюсь»? И так понятно, что он молится к царю царей, обращается к Богу. Этими словами он исключает всех истуканов, всех идолов. Он молится только Богу, и никому больше не обращается со своей молитвой. Его надежда ни на других людей, ни на самого себя, ни на богатства какие-то, ни на обстоятельства собственной жизни. Его надежда только на Бога. «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред тобою и буду ожидать». По-славянски это звучит. «За утро услыши глаз мой, за утро предстану ти и узриши мя». И если есть толкование Златоуста и Федора Студита, «за утро, то есть весьма рано молиться несказанно душеполезно». То есть самая благоприятная молитва – это в понимании отцов утренняя молитва, заутренняя молитва, то есть когда еще только солнце начинает восходить, за некоторое время до восхода солнца имеется в виду. И это точка зрения Библии. В Библии сказано, что Бог каждое утро обновляет все свои благословения. Это сказано в книге «Плач Еремии». И святые отцы учат нас, не должно пренебрегать временами церковных молитв, потому что каждое из них особенным образом таинственно освящено Богом. И если Бог каждое утро как бы творит мир заново, то есть обновляет все свои благословения, как сказано в Библии, то важно в это время быть на ногах, быть в общине, в собрании народа Божия, или, если нет возможности, молиться дома. «Ибо ты, Бог, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой». Что значит «не водворится»? Это значит, что он не сможет поселиться в обителях твоих. Бог действительно не любящий беззакония, ибо он установил пределы для человека, что можно делать, что нельзя. Любой человек — это как целое море, которое пенится волнами разных помыслов, разных настроений. Но Бог положил предел морю — это песок. В Библии сказано, что песок, он как бы полагает предел морским волнам. То есть это множество заповедей, как и множество песчинок на берегу моря, так и есть множество предписаний Бога, церковных, библейских, которые полагают предел греху. «Но ты Бог, то есть ты правосудный, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут предачами твоими». Ведь речь идет о том, что этот псалом читался, когда человек приближался к храму. И вот эти слова «нечестивые не пребудут предачами твоими», означают, что если даже они придут, Господь не будет смотреть на них. Он будет действовать только по отношению к верующим с открытием своего лика, а от нечестивых он будет отвращать свой лик. «Ты ненавидишь всех, делающих беззакония». Господь сам есть порядок. Поэтому Господь, не любящий беззакония, у него не водворится злой, нечестивые не пребудут предачами его. И седьмой стих. «Ты погубишь говорящих ложь кровожадного и коварного гнушается Господь». А почему ложь представляет такую опасность? Дело в том, что Господь действительно готов погубить говорящего ложь, потому что с ложью связана кровожадность и крайнее коварство. Потому что, когда говорят о человеке ложь, то как бы убивают репутацию человека, убивают его честное имя. А если, например, о человеке говорят правду, например, человек действительно грешник, и начинают распространяться о его грехах, это делается с той же целью, чтобы окончательно вергнуть в уныние этого человека, и чтобы он не пережил раскаяние. То есть это в любом случае кровожадно и коварно, плохо отзываться о человеке, или это говорится ложь, или кто-то позорит человека. За что-то реальное, что присутствует в его жизни. Но какую цель это может преследовать, если только не погубить человека. И Святая Церковь, в частности, у Тава Дорофей, он учит, даже не подходи к человеку со словами обличения, если у тебя нет для него слов исправления. Поэтому тот, кто позорит человека, тот, кто лжет на человека, он кровожадный и коварный. Такого гнушается Господь. Что значит гнушается? Можно это слово понять, как брезгует таким Господь. Это что-то такое гнусное, неприятное, когда один человек позволяет себе плохо говорить о другом. «А я», восклицает Давид, то есть как бы в противоположность вот этим кровожадным и коварным, «а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему, страхи Твоем». Что значит «а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой?» То есть он входит в дом Божий с полной уверенностью, что Господь его помиловал. Вот это чувство, оно не покидает его. Он не входит в храм с чувством собственной непогрешимости какой-то, потому что нету человека, который жил бы и не согрешил. То есть он уповает здесь на милосердие Божие, а в милости нуждается, прежде всего, согрешивший. А он испытал множество милости Создателя, поэтому он и говорит, «а я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему, страхи Твоем». То есть в противоположность тем, которые никому ничего не прощают, он сам всецело уповает на милость Божию. А почему нам надо всем и все прощать? Потому что мы сами нуждаемся в прощении. Таким образом, вот эти стихи, они связаны с 7 и 8. Ведь мера того, как мы относимся к другим, и может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам. Но в любом случае, даже наслаждаясь множеством милостей Божьих, он входит в дом Божий, поклоняется святому храму в страхе, сказано, в страхе Твоем. То есть он не теряет трепета перед величием Бога. И древние понимали это так, что когда человек входит в храм, он должен сделать несколько шагов вперед, а потом, как бы напуганный величием храма, несколько шагов назад и произносит вот эти слова, «Я по множеству милостей Твоей войду в дом Твой, поклоняюсь святому храму Твоему страхи Твоем». Вот такой обычай был в Ветхозаветной Церкви. Он написан. «Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой». Что значит, «Господи, руководи меня в правде Твоей?» Это свидетельство о том, что мы не видим как бы собственной правды. Мы видим то, что многое из того, что мы хотели сделать, мы не сделали так, как хотели. А Господь призывает нас все-таки к покаянию. И Давид умоляет, «Ради врагов моих уравняй предо мною путь Твой». Что значит, «ради врагов моих?» Потому что они не дают мне прийти в храм, они смеются надо мною, они считают, что я не достоин находиться в храме. Здесь речь идет не о внешних врагах, именно о внутренних врагах, которые были у Давида среди еврейского народа, которому он и сам принадлежал. Поэтому он просит Господа, чтобы Господь как бы его путь к храму сделал более свободным. «Нет в устах их истины». То есть все, что они говорят, оно не является истиной. Святые отцы выражали эту мысль так. Ты, может быть, видел, как брат твой грешил, но ты не видел, как он каялся. Поэтому если один человек свидетельствует о другом человеке, рассказывает то, что увидел своими глазами, это все равно, это не всегда истина, потому что он не знает, примирился ли этот человек с Богом или нет. Поэтому в Евангелии установлен определенный порядок, как мы можем обличить человека. Мы сначала это делаем один на один, потом двое-трое, а потом перед церковью. «Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, горта них открытый гроб, языкам своим листят». То есть их сердце не источает любовь, оно наполнено некой пагубой, как Христос говорит, из сердца исходит убийство, блуд, коварство и так далее. «Горта них открытый гроб», потому что тот, кто позорит ближнего своего, он как бы устами своими загоняет его раньше времени в гроб. А языком своим листят. То есть при этом, когда встречаются с самим этим ближним, которого они позорят, они могут говорить очень ласково, приветливо. И в Библии даже есть такой пример, когда говорится, что братья Иосифу говорили все, что о нем они думали. Имеется в виду Иосифа Прекрасный. То есть они высказывали ему свое негодование. И экзегеты говорят, это сказано в похвалу братьям. Хуже было бы, если бы они про себя думали одно, а ему говорили бы другое. Это была бы такая хитрая лесть и коварство. Но они что думали, то и говорили. И Давид восклицает, осуди их, Боже, то есть тех, сердце которых пагуба, гортань которых открытый гроб, которые языком своим листят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. Что значит «падут от замыслов своих», ведь они замышляют что-то о другом. Но в Божьем законе сказано, что если кто-то замышляет ложно что-то о другом, это должно постигнуть его самого. То есть, например, кто-то обвинил человека в краже, а это оказалось не так. И этого человека, который обвинил кого-то в краже, надо судить как вора. Поэтому Давид не просто произносит слова, он выражает точку зрения закона Божия. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, то есть они будут наказаны собственными грехами, по множеству нечестия их, то есть они творят это уже длительное время. Человека можно простить в первом случае, во втором. А далее Господь говорит, за второй, третий не прощу. То есть когда грех превращается в какой-то образ жизни, можно там первую, а плошность как-то простить человека, ну, вторая плошность, это как бы пограничное состояние. Вот когда уже второй, третий раз, здесь даже Божье прощение прекращается. По множеству нечестия их, то есть грех стал в их жизни чем-то регулярным, отвергни их, ибо они возмутились против тебя. То есть они не ищут примирения с Богом и с ближним. Это как бы мятеж, восстание против Бога, против его святого закона. «И возрадуются все уповающие на тебя», то есть будучи освобожденными от листецов, они возрадуются, вечно будут ликовать это в Царстве Небесном, где не будет никаких листецов и беззаконников, и ты будешь покровительствовать им, то есть люди будут наслаждаться милостями Божьими в Небесном Царстве его, «и будут хвалиться тобою, любящее имя твое». То есть любящее твое милосердие, можно так понять, потому что то имя, которое имеет в виду Давид, говоря, «будут хвалиться тобою, любящее имя твое». Это имя «Господь», которое по-гречески произносится как «кириус». В еврейском тексте это четырехбуквенное имя Бога, которое означает меру божественного милосердия. То есть мы вечно будем восхвалять Бога за то милосердие, которое Он проявил по отношению к нам. При этом мы будем осознавать, что нам и вечности не хватит, чтобы отблагодарить Его за то, что Он дает нам. И Псалом оканчивается словами «Ибо Ты благословляешь праведника Господи благоволением, как щитом венчаешь его». То есть Господь есть щит наш. И давайте вспомним, что в Новом Завете щит – это символ веры. Сказано «возьмите щит веры». Это слова апостола Павла. То есть Господь, увеличивая в нас веру через Своё слово, Он дает нам надежду, о которой сказано, а надежда не постыжает. Я иду, чтобы он былanca, как надоtest. Я иду. И так. Якобы.